медиагруппа авангард представляет поехали постараюсь презентации осветить те вопросы которые обычно встают перед организацией которая там задумалась либо там приобрести аутсорсинговый сок либо построить свой сок и многие организации вообще сок воспринимают как такую единую панацею таблетку от всего мы сейчас не будем заострять внимание на типах сок мы сейчас рассмотрим классические задачи которые есть на примере вот нашего всеми любимой мистовского стандарта по реагированию соответственно мы должны определить скоп источников что мы подключаем что мы мониторим где мы выявляем инцидентов создать там реестр сценариев по которым там например митровский да можно взять за основу и на основе него соответственно создать реестр сценариев и самая главная задача на этапе обследования это конечно инвентаризация актив понять что вообще есть и тут это очень сложно обычно делается потому что есть там не знаю какой-нибудь каспер есть и систем есть и mdb есть актуальная информация есть не актуальная информация как с этим жить с кем взаимодействовать потому что там есть сетевка есть соответственно хостовые админы совершенно разные люди и это там не самая простая задача и вот тут обычно носок возлагают надежды а что сейчас вот ребята нам скажут что критично что где есть что мы должны подключать что мы должны выявлять ну на самом деле это нифига не так потому что к сожалению на эти вопросы не может ответить сок сок всего лишь инструмент и на эти вопросы будут отвечать подразделения там которые отвечают за бизнес например потому что бизнес-система завязана найти инфраструктуру на эти вопросы будут отвечать айтишники тут задача сок самое главное это методолога сока это правильно задать вопросы то есть прийти прямо по чек-листу пробежаться со всеми подразделениями которые в той или иной мере участвуют в формировании эти инфраструктуры там организации например банка и понятное дело что базово сок может сказать какие инциденты мы выявляем но глобально если мы берем бизнес-систему не знаю там электронного документа оборота crm что-то еще сок не может заранее знать про особенность ее функционирования и тем самым там сгенерить идеи по созданию инцидент он должен это выяснить путем обследования и путем диалога с подразделениями бизнеса эти ну тут пока все довольно просто переходим к следующему этапу соответственно что тут надо определить зона ответственности маршрута оповещения то есть кого оповещаем как оповещаем кто должен что делать и создать так называем карточки сценариев то есть фактически такие инструкции первой линии сока что она выявляет как расследует какую информацию по инциденту она должна предоставить айтишникам которые дальше уже будут реагировать и соответственно вот здесь опять же очень неправильно на сок возлагать задачи следующие которые перечислены сок никогда сам не может решить инцидент или не инцидент ну за исключением элементарных вещей когда там например вирус обнаруженный не удален во всех остальных случаях там нельзя однозначно сказать он может быть легитимной активности вновь вышедший админ плановая работа на системе что угодно поэтому ответ на вопрос инцидент или нет всегда отвечает ответственность за систему причем ответственный не равно владелец это разные люди очень часто разные не всегда но очень часто опять же какие рекомендации давать ну и серии вот я помню на одном из пхд из пару лет назад были плейбуки из серии там фиксируем д доз атаку потушить базу данных приложения но вот чтобы не давать такие рекомендации что в сок не давал такие рекомендации надо вопросы вообще рекомендации прорабатывать потому что не знаю для хаста пользовательского и для критичного сервера совершенно разные будут рекомендации базовый наверное одни но там дальнейшие плейбуки разные и еще важный момент в каких случаях эскалируем то есть когда ты должен просто написать письмо уведомление там айтишникам или создать заявку сервис-дески а в каких случаях ты должен звонить там чуть ли не его начальнику и говори что шеф все пропало эти моменты всегда надо прорабатывать заранее потому что ну там сок опять же не может знать что критично что не критично в каких случаях это все надо заранее вместе с другими подразделениями прорабатывать ну там самый интересный момент это соответственно все что касается респонса тут очень часто говорят сейчас нам сок все сделает но на самом деле там самые главные базовые вещи на этапе респонса это прописать стратегию локализации собрать там дополнительную информацию то есть мы сейчас говорим про локализацию нейтрализации устранения последствий инцидента то есть вот эти три вещи они конечно завязаны на сок но они делаются не только им на этом этапе сок может лишь выдать базовые рекомендации после этого он может собрать дополнительную информацию если в составе сока есть ребята из форензики они соответственно могут провести там дипдайв в этот инцидент они могут проработать стратегию локализации но опять же с бизнес подразделения что категорически нельзя носок возлагать на этапе респонса это опять же решение применяем стратегию локализации не применяем потому что иногда стратегия локализации инцидента подразумевает не знаю выведение машинки в отдельный вилан с какой-то машинка это можно сделать а с какой-то нельзя вот как дима правильно говорил что нельзя машину там тушить перезаливать и прочее и там но можно вывести в отдельно вела чтобы там не дай бог распространения не пошло не все машины особенно в банковской структуре можно вывести в отдельный villa наверное в отдельный вилан можно вывести ту машину на которой себе будет проводить киберучения вот тогда будет вообще все отлично тогда она будет точно защищена потому что входа выход DB закрыт и второй момент тоже важный сок никогда не может решить за и тоаешь на и подразделение за подразделение бизнеса а кто собственно эту стратегию локализации этот респонс исполняет ну просто не его за на ответственности тут все довольно очевидно но опять же сок должен заранее знать кого привлечь и чтобы он это знал ему должны дать этот ответ и дать ему этот ответ должны либо там владельцы системы либо эксплуатирующие соответственно подразделения но это вопрос все равно решается коллегиально потому что даже кому направить уведомления это не все так просто восстановление после инцидента методическая деятельность мы тут формируем сводный отчет мы тут делаем там восстановление с бэкапа если пострадала протосистема и соответственно здесь мы применяем какие-то организационные технические меры для того чтобы не допустить в будущем но это вот там стандартно по низку а теперь те вопросы которые сок не может решить пить коньяк ставить памятник увольнять людей может сок делать решить вряд ли соответственно там компания in vitro после инцидента решила там сделать публичный пресс-релиз посыпать голову пипу сказать да ребят мы пострадали но мы сделали выводы вот в знак этого они поставили памятник но помимо этого они еще действительно поменяли инфраструктуру поменяли подход к процессу и вот это то решение которое должен принимать бизнес до донести до бизнеса как бы рекомендации может и сок но по факту там внедрение новых там средств защиты это может быть айтишная задача организационные меры там уволит безопасника это явно не зоне ответственности сока поэтому ну глобально по всему тому что я сказал на каждом из этапов есть задачи который сок может решить и которую не может решить вывод не питайте иллюзии надежь что сок решить все ваши проблемы никогда такого не будет и вступайте в диалог то есть сок должен уметь задавать правильные вопросы это наверное самая главная задача особенно на старте и главное чтобы были те люди которые смогли бы на эти вопросы ответить коллеги у меня все спасибо огромное